Приветствую вас. В принципе, мой коллега Кудрячов Игорь Леонидович вам ответил, ответил достаточно полно на вопрос на ваш, как мне кажется. И добавить что-то будет сложно, но я постараюсь, я постараюсь, что сказать есть что по существу. Итак, начнем, пожалуй, с того, что вы спрашиваете, возможно ли, то, что как полуприца? Возможно. Возможно всё. Но, возможно, что человек вас и не полюбит. И вопрос, весь вопрос в том, готовы ли вы ждать, готовы ли вы надеяться? Это первое. Готовы ли вы свою жизнь ставить в зависимости от того, появится ли чувство вашего партнера или нет? Дальше. Следующий важный момент, это то, что он, вот вы пишете, универсу любовь относится ко мне хорошо, что не любит меня, не видит матерью своих детей. Это единственное, что вас волнует, что он не видит вас матерью своих детей. То есть это то, чего бы вам хотелось быть матерью его детей. А какие у вас ещё желания есть? Какие у вас стремления есть? Что, грубо говоря, вы делаете для себя? Только для себя. На этот вопрос, пока что ответа вы не даете. А это крайне, крайне, крайне важно. Ведь что мы любим? Кого мы любим? Мы любим человека. Но если этот человек полностью в нас растворяется, то что остается в таком случае? Что мы любим? Что мы любим в таком случае? Или кого мы любим в таком случае? Это вот, на мой взгляд, очень важный вопрос. Потому что, ну, вы на него, вы на него не отвечаете, а это очень важно. Следующий момент. Отсутствие общих интересов. И то, что вы пытаетесь по факту этих общих интересов создать. Если вы пытаетесь прожить, как вы правильно сказали, чужую жизнь, но не свою. И вы готовы это сделать, если он вас полюбит. А что будет дальше? Ну вот он вас полюбит. А получается, что полюбил, да он вас, потому что вы стали такой, какой он хотел вас видеть. А он принял вас с такой, какая вы есть. Можно ли? Можно ли назвать это любовью? Это первый момент. А второй момент. А если вы станете таким, какой он хочет вас видеть, то он видит себя. А у вас он будет видеть себя. А у вас он будет видеть себя. Понравится ли ему это? То есть он будет видеть вас, себя. Примет ли он это? Примет ли он это в вас? Согласитесь? Хороший вопрос, я надеюсь. Вот пока что у меня есть такое ощущение, что не очень-то вы этим вопросом задаетесь. А это вообще очень и очень важно, потому что вы выстраиваете отношения. Но как вы устраиваете отношения? На что вы устраиваете отношения? Не устраивает ли вы их деструктивно? Следующее. Следующее, на что можно обратить ваше внимание, это на то, что вы пишите, что я не представляю своей жизни без него. Вот. Ну, собственно говоря, что это значит, что он вам нужен. Значит, что вы в нем нуждаетесь. Как сказал мой коллега. Если вы, если вы не нуждаетесь. Если вы нуждаетесь в нем, то получается, ну, с таким образом получается, что вам чего-то не хватает. Если вам чего-то не хватает, то нужно смотреть, чего вам не хватает, чтобы не быть зависимым. Когда вы зависимы, вы не свободны. Когда вы не свободны, вы не являетесь собой. Когда вы не являетесь собой, любовь невозможна, как с вашей стороны, так и с его стороны. Потому что любовь – это творчество. Это творческая история. Вот что такое любовь. А данный случай исключается. Любое творчество исключается, к сожалению. Но, собственно, и не мудрено, почему оно исключается. Творчество. Это. Идем дальше. Так. Дать отношениям шанс – это вот вопрос о том, что вы воспринимаете ближе отношения для человека. Если вы готовы переступить через себя, значит за это, что вы себя обесцениваете таким образом. Если вы себя обесцениваете, почему бы вам не обесценивать, а другому человеку, ну вроде того же мужчину, например. То есть тут есть свои определенные моменты, которые, как мне, кажется, нужно разбирать. И уже на основе этого смотреть, что вам делать дальше. То есть сейчас вы по факту просто спрашиваете, возможно ли что вас полюбят. Возможно ли такое. Но мне не нравится ничего другого. По сути, это недоверие себе. Вот глобально то, что вас мучает – это недоверие себе. Это желание себя защитить, это желание обезопасить себя. По вопросам, но только в том, от чего. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.